В данном случае я спросил, где лучше получить исламовское образование – в России или в Турции? Ну, сложно ответить, однозначно ответить. В России сейчас наиболее сильное учебное заведение – это, конечно, наиболее сильное в Татарстане, в Казани, исламский университет. В Москве тоже исламский университет сейчас реанимировали, но все-таки, насколько я знаю, условия в Казани намного лучше от всех отношений. Хотя, смотрите, и в Москве есть исламский университет, и в Казани. Что касается Турции, то, ну, если такая возможность есть, там вы сможете изучить турецкий всегда, сможете познакомиться с новой для вас культурой, турецкой культурой. То есть там просто-напросто для вашего мозга откроется достаточно широкий спектр новых возможностей, которые вы, ну, не имели у себя дома. Поэтому, и безусловно, если еще не научный базис, именно если вы будете изучать теологию, богословие в Турции, то есть там базис достаточно серьезный. Но в то же время, то есть здесь многое, много чего зависит. Среднее образование – это одно, если вы будете в Турции в какой-то адресе, учиться – это другое, там есть разные направления. А если вы будете серьезно получать образование в государственном университете, то же там третье, поэтому… Ну, всегда, конечно же, далеко от дома получать знания, иметь возможность изучать иностранный язык, да и иностранные языки – это, ну, это всегда прекрасно. Это прекрасно. И знакомство с новой культурой, об этом в том числе в Коране говорится, то, что это важно, это одно из таких щедрых возможностей, предоставленных людям творцом. Потому что для мозга это что-то невероятное, это очень неприятно расширяет горизонт и дает более глубокое осознание жизни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова